Добрый день, уважаемые любители хоккея! Собственно, группа в спорте рада приветствовать вас на Афеарене, на любительской хоккейной лиге. Это Кубок Защитника Отечества 2022 года. Так что это финал этого короткого скоротечного турнира. Хоккейный клуб «Синяя машина» в хоккейном клубе 15-20, ну, или в 60-20. А тут, разумеется, кому как больше нравится. Это финал. «Синяя машина» у нас в черно-синих цветах слева по телевизионной картинке. Начнем с «Синяя машины». Давайте. Николай Демин их ворота защищает. Он за номером 39-м. И полевые игроки. Вадим Лилюк 7-й, Артем Кузин 14-й, Кириков 15-й, Денис Самусенко 21-й, Николай Волкунович 27-й, Дмитрий Кокшаров 78-й, Юрий Глинский 82-й, Алексей Малафеев 86-й, Борис Горовенко 87-й, Роман Малафеев 97-й, Александр Матесов 98-й, А вот и 2-0 сейчас становится. 15-20 увеличивает свое преимущество. Заиндрих атак, давайте посмотрим, там хороший бросок нападающего получился. Хороший ход в зону, ну, и прям под перекладину. К составу 15-20. Давайте перейдем. Александр Гох защищает их ворота. Вот как раз бросок в этой ситуации он и парировал. И здесь еще парирует один. Ну и полевые игроки. Евгений Дорошенко 14-й, Станислав Клобачев 25-й, Ренат Каерудинов 26-й, Иван Смирнов 33-й, Андрей Ширяков 35-й, Кирилл Самсонов 47-й, Роман Гранав 50-й, Александр Куликов 88-й, Андрей Бородин 89-й, Константин Огорков. Клад номером 98-м, Евгений Баланкин 17-й, Евгений Манаенков 29-й, Александр Тихомиров 41-й, Сергей Круглов 45-й, Андрей Иванов 73-й, Андрей Шалимов 77-й, а вот момент синей машины. И вот здесь образцово своих партнеров выручает. Повтор давайте посмотрим. Здесь еще один бросок, и снова Кох. Снова Гох в игру вступает, уверенно действует. Автором второй заброшенной шайбу 15-20, их 47-й номер, Кирилл Самсонов, оказался. Отдается шайбу в зоне, защитник синей машины здесь ее здорово оставляет. Дальше за воротами прокатили, вылезли, бросили. Неплохо, опять же, снова Гох. Здорово здесь действует рукой. Хорошо, в средней зоне все разыгранное. 15-20, бросок в направлении ближнего угла, рядом со штангой шайб проходят. там Смурного бросал. 33-й номер 15-20. Хорошая передача у синей машины еще дальше. И вот бросок, он дотягивается благодаря этой шайбы. Еще момент, еще бросок здесь шайбы в сетку с внешней стороны попадает. И вот еще момент, 15-20, обыгрыш, нет головы в этой ситуации, еще второй бросок. Счетом 5-1, но 15-20 добились еще более уверенной победы над хоккейным клубом ММЗ Авангард. Там со счетом 10-2 они своих соперников обыграли. Вот еще опаснейший момент. Там бросок в штангу, шайба попала, еще и добивание было. В общем, момент на загляденье было на самом деле у синей машины и можно было действительно сокращать счет в этой ситуации. самсонов, неплохая передача и дальше еще попробуем. нет положения вне игры. Обошла синяя машина, здесь бросок, но бог прижался к штанге, поэтому вариантов пробития здесь, пожалуй, и не было. диагональный перевод хороший, точный, готовится бросок. Достаточно мощный с кистей, но выше створа шайбы идет. здесь ошибка у 15-20, момент машины на пустые ворота, гол 2-1, 2-1, на одну шайбу синяя машина отыгрывает. Ну, здорово здесь все разыграли, сделали. Оставалось только не промахнуться. Мимо пустых ворот. Чудо-мех. Его мощнейший бросок в средней зоне, но, правда, в створ защитник синей машины в этой ситуации не попал. здесь удаление у синей машины, там вытрашенная шайба была, и Юрий Глинский на 2 минуты присел, а вот момент его партнеров может получиться. Бросок. Последний. Спокойно, гог. Спокойно, гог шайбует в барьер.